Начало марафона. Конец марафона. У нас военно-патриотическая группа, полицейский патруль. У нас две военно-патриотические группы. Это боевой расчет и полицейский патруль. Я вхожу в полицейский патруль. Боевой расчет, он работает с пограничными войсками, а мы работаем с полицейскими. У Никиты уже три прыжка с парашютом. Парень захотел сравнить ощущения с полетом в аэротрубе. В декабре его открытку с мечтой, с елки желаний сорвал губернатор области. Пили чай, с ним общались. Я пригласил его к нам в центр. Поэтому он сегодня приедет. Очень приятно, что такой человек согласился посетить наш дом. И встреча состоялась. Воспитанники центра показали Дмитрию Азарову небольшой концерт. Подарили часы и подушку, сделанные своими руками при участии педагогов. Губернатор передал в музей единства знак с гербом Самарской области и книгу об истории края. Пригласил детей на парад 9 мая в Самаре и предложил съездить в парк Патриот, расположенный недалеко от Москвы. Я очень рад, что сегодня мы можем увидеться. Я могу поподробнее познакомиться с вашим красивым и уютным домом, узнать о вашем творчестве, о ваших делах и планах. Мне было важно узнать, что вы и помогаете приводить в порядок места памяти и славы, мемориалы, могилы павших героев. Ребята, спасибо вам огромное за это. В центре единства сейчас около 160 мальчиков и девочек. Среди них сироты и оказавшиеся в трудной ситуации. Дети не только живут и учатся, но и проходят социально-психологическую реабилитацию. Здесь белоручек не растят. Воспитанники выходят в жизни со свидетельствами о получении специальностей, которые осваивают на курсах в центре. Например, мастера по маникюру или парикмахера. Когда мероприятие, мы друг дружку помогаем, делаем прически. Осваивают кулинарное дело и профессию киномеханика. Занимаются в телестудии и учатся шить. А еще плотничают. Сами делают и ремонтируют мебель, кухонную утварь. Никита Наборщиков увлекается столярным делом. И в свои 13 лет собрал уже 15 скворечников. Мальчик предложил Дмитрию Азарову тоже присоединиться к процессу. Так, передавить. Ничего, наживем теперь. В центре развито наставничество и патриотическое воспитание. В своем музее боевой славы дети показали экспонаты, среди которых даже аккордеон-ветеран. На нем играли 8 мая 45-го около Рехстага. Воспитанники единства занимаются поисковой работой и поддерживают семьи воинов-земляков, погибших в локальных конфликтах. И чтобы дети вышли из стен детского дома, уважая в первую очередь себя и окружающих, и были готовы к самостоятельной жизни. Вот все наши дела, все направления работы направлены на то, чтобы ребенок понял, что он личность, что он многое значит в этой жизни, он не пустышка, и чтобы он нашел свою дорожку в жизни. Особую поддержку семьям, которые берут на воспитание детей-сирот и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывает и правительство Самарской области. Предусмотрены ежемесячные пособия на ребенка, например, на питание, к началу учебного года, по уходу за ним и другие меры. Алена Власова, Александр Каракулько, Новости губернии.